В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Зажигательный Новый год о мерах безопасности и правилах использования праздничной пиротехники. Новые запреты и нормы улова в Госдуме приняли закон о любительской рыбалке. Лыжня открыта, стартовал зимний спортивный сезон. Далее расскажем обо всем подробно. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Указан радиус опасной зоны. На последний пункт сотрудники пожарной охраны рекомендуют обратить особое внимание. Именно радиус опасной зоны позволит выбрать оптимальное место для запуска. Если там указан радиус опасной зоны 50 метров, то, соответственно, нужно выбрать такое место в городе для запуска этого фейерверка, которое будет удалено от ближайших строений и домов на расстоянии 50 метров. Самому гражданину, который будет поджигать и запускать это пиротехническое изделие, необходимо покинуть радиус опасной зоны. Правильная установка салюта или фонтана перед запуском – залог того, что праздничное настроение не будет омрачено неприятными последствиями. Снаряды могут перевернуться и выстрелить не в воздух, а полететь в разные стороны, и горящие части фейерверка попадут в человека. Если вы устанавливаете какое-то большое пиротехническое изделие, нужно выбрать площадочку, утрамбовать место его установки снегом, чтобы исключить случай перевертывания данного изделия. Если это какие-то свечи, то нужно поглубже поставить его в сугроб и ровно вертикально вверх. На сегодняшний день в нашем городе действуют 11 официальных точек продаж пиротехники. Там есть все сертификаты, заключения о результатах проверок и другие необходимые документы. Для горожан в свободной продаже доступны пиротехнические средства бытового назначения, которые относятся к первому, второму и третьему классам пожароопасности. Пиротехнические изделия отпускаются только лицам старше 18 лет. Есть некоторые изделия, на которые производитель устанавливает возрастной ценз 16 лет. Их мы можем отпустить лицам от 16 лет. Специалисты настоятельно рекомендуют горожанам помнить о технике безопасности, не запускать крупные фейерверки во дворах и на время активизации любителей пиротехники держать закрытыми окна и форточки своих квартир. Проект «Профтренд» реализуется в нашем городе с 2015 года. На этот раз новый формат деловой игры опробовали учителя и заместители директоров. Организаторы выбрали профессию инженера-конструктора и в доступной форме рассказали педагогам об особенностях этой специальности. Сотовые телефоны сданы, документы о неразглашении подписаны. По легенде, участники деловой игры в рамках городского проекта «Профтренд» оказались на режимном объекте. Педагоги перенеслись в далекий 2033 год. На ближайший час им предстоит переуплотиться в сотрудников сверхсекретного конструкторского бюро. А помогут им в этом те, кто в реальной жизни каждый день сталкиваются с чертежами изделий. Мы сегодня пригласили действующих инженеров-конструкторов, инженеров-технологов и настоящего главного конструктора. Педагогов поделили на три команды, каждая из которых должна спроектировать деталь. После создания чертежа участникам предстоит пройти несколько этапов согласования изделия. Победителем будет считаться то конструкторское бюро, которое выполнит все требования и первым получит печать главного конструктора. Для школьников, наверное, когда я была сама школьником, я понимаю, что когда просто вот нудная лекция, она вообще никому не нужна. Мы выбрали специально такую игру, как бы специально, что на каждой стадии, как квест. Сейчас это очень модное, наверное, направление, как квест, когда каждый разгадывает. На каждой стадии мы специально разработали роли у каждого из нас. И специально придумали легенду, специально придумали задания, специально придумали такие детальки, не такие сложные. Новый формат деловой игры в рамках городского проекта «Профтренд» сначала предложили опробовать на себе учителям и заместителям директоров школ. И уже только потом выйти на целевую аудиторию учеников 9-10 классов, учитывая все пожелания и замечания педагогов. Они каждый день работают с детьми, мы каждый день работаем с документацией и с деталями, поэтому мы немножечко далеки от детей, не знаем, чем они улечены, будет ли им интересно. Поэтому мы решили сначала попробовать на учителях, потом они внесут свои коррективы, что им было сложно, что им было трудно. Деловая игра в рамках «Атласа профессий внеев» для школьников пройдет 11 января во Дворце детского творчества. Штрафы от 3 до 4 тысяч рублей для граждан и до 300 тысяч рублей для юридических лиц за одну нелегально срубленную елку. В преддверии новогодних праздников в регионе усилена охрана сосен и елей. Мобильные группы будут патрулировать леса по специально разработанным маршрутам. Также запланированы совместные рейды и дежурства на постах ГИБДД. Чтобы законно привезти домой главный символ Нового года, нужно обратиться с паспортом в ближайшее лесничество. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Команда школы информатики «Вектор Плюс Плюс» вернулась из Тайвани после выступления на международном конкурсе юных инженеров-конструкторов. Глеб Горькаев, Евгений Корнеев и Влад Захаров награждены дипломом первой степени в номинации «Лучший дизайн». Наши ребята стали единственными призерами из сей российской делегации. 20 декабря в САРФТИ пройдет день карьеры госкорпорации «Росатом». В нем примут участие преподаватели Саровского физтеха, студенты 1-го и 4-го курсов бакалавриата и специалитета, ведущие ученые и молодые специалисты в НИЭФ. В программе выступления сотрудников ядерного центра и выпускников САРФТИ, работающих во ВНИЭФ. Торжественное вручение благодарственных писем градообразующего предприятия, презентация инновационных центров. В парке культуры и отдыха имени Зернова 23 декабря торжественно зажгут огни на большой живой елке. Церемонию проведет Дедушка Мороз и его внучка Снегурочка. Гостей парка ждет небольшая программа с конкурсами и танцами на свежем воздухе. Начало праздника в 16 часов. Где ловить, сколько и чем? Госдума приняла закон о любительской рыбалке. Рыбакам разрешили бесплатно ловить рыбу в личных целях везде, кроме особо охраняемых территорий. Сети можно ставить только в определенных районах страны. Новый закон вступит в силу с 1 января 2019 года. Подробнее о том, какие изменения ждут любители рыбной ловли, расскажем в следующем репортаже. Чтобы не получить статус браконьера, любителям рыболовам в этом году пришлось тщательно изучать изменения в законодательстве. А их было немало. Самое главное из них – установление в каждом регионе страны своей квоты на улов. Чтобы не превысить норму и точно знать, оставлять пойманную рыбу или отпустить обратно водоем, придется брать с собой весы. А если ловля идет несколько дней, то приводить другие доказательства легального промысла. Это могут быть чеки с заправок, это могут быть договоры с рыболовными базами и так далее. Ловля рыбы всегда регламентировалась федеральными и региональными нормами и правилами. Теперь их все объединил закон, обсуждение которого длилось более шести лет. И вот в начале декабря депутаты Госдумы в окончательном чтении приняли закон, который разрешает бесплатную и свободную любительскую рыбалку на реках, озерах и прудах общего пользования, кроме особо охраняемых территорий. Основная задача – предоставить любителям возможность ловить рыбу. Но при этом ограничить браконьеров и вести определенную строгую норму закона касательно именно граждан, нарушающих закон. Долгое время рыбу вылавливали бесконтрольно, никто не следил за восстановлением водных биоресурсов. Поэтому популяции многих видов рыб значительно сократились и находятся на грани исчезновения. Чтобы сохранить рыбу в реках и озерах, новый закон расширил список запретных для рыболовства участков. На некоторых ближайших к Сарову водоемах рыбалка запрещена уже давно. В первую очередь самое близкое к нам – это озеро Светлое. Темняковский район, то есть это в районе Жигалово, мекка наших рыболов городских. Норма не новая, запрет на ловлю там всегда был. То есть это считается не рестилищем, а рыбопроизводственным участком. За нарушение закона предусмотрены значительные штрафы и уголовная ответственность. Так что прежде чем отправиться на рыбалку, внимательно изучите закон и региональные правила, где четко прописано, где ловить, чем и сколько уловом можно забрать с собой. Читатель советует читателю. В рамках проекта «Подвешенная книга» в библиотеке имени Маяковского саровчане делятся отзывами о прочитанных произведениях. По итогам акции сотрудники составят именные рекомендательные списки книг активных участников и создадут рейтинг самых популярных изданий библиотеки. Подробности в следующем репортаже. Идея провести акцию «Подвешенная книга» у работников библиотеки появилась давно. Они позаимствовали ее у итальянцев. Правда, у них акция называется «Подвешенный кофе». Каждый человек, у которого нет возможности купить себе чашку ароматного напитка, может рассчитывать на заветную порцию, предварительно оплаченную доброжелателем. Мы немножечко интерпретировали идею этой акции «Подвешенная чашка» и решили, что у нас будет в библиотеке акция «Подвешенная книга». Дело в том, что часто читатели приходят и начинают делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, советуют друг другу. Мы решили, что это хорошая возможность для того, чтобы ее использовать и продвигать книгу среди читателей. Несмотря на то, что акция в библиотеке стартовала всего месяц назад, в ней уже приняли участие более 50 человек. Все они брали книги и после прочтения оставляли на специальных стикерах отзывы о произведении. Благодаря чему следующий читатель может прочитать рекомендации и на их основании выбрать себе понравившуюся литературу. Есть книги, которые, конечно же, востребованные, в особой рекламе не нуждаются. И читатели их ждут, бронируют. И эта книга, ну скажем так, виртуально проходит через эту акцию «Подвешенная книга», потому что как только ее сдают, мы тут же звоним и говорим, что наконец-то до вас дошла очередь, и вы эту книгу можете почитать. Акция «Подвешенная книга» продлится до конца февраля 2019 года. А для любителей вкусного и душистого чая работники библиотеки приготовили выставку «Его Величество чай», на которой представлены книги с различными рецептами этого напитка. Вечером на арене Ледового дворца, как всегда многолюдно, в канун Нового года, активисты Молодежного комитета организовали для сотрудников завода «Авангард» праздник под названием «Пролет». Лучшие друзья, коллеги и даже целые семьи участников профсоюзной организации решили провести будний вечер, катаясь на коньках. Сегодня в Ледовом дворце жарко. Молодежная комиссия при правкоме завода «Авангард» устроила заводчан на настоящий праздник с играми, конкурсами, шоу мыльных пузырей и выступлением «Деда Мороза и Снегурочки». Давайте узнаем, как настроение у гостей сегодняшнего вечера. Сегодня мы пришли наконец-то на лед за долгое время. Здесь очень весело, хорошая атмосфера. Я сюда сегодня пришел с мамой и с друзьями. Спасибо огромное всем за такое классное мероприятие. Я хотела бы сказать спасибо всем администраторам, потому что оно получилось правда веселым, не забываемым, было очень много конкурсов. У меня хорошее настроение, здесь очень весело и больше всего мне понравилось мыльное шоу. Праздничное настроение гостям Ледового праздника дарили Дед Мороз и Снегурочка. Для детей проходили различные конкурсы, а изюминкой вечера стал шоу мыльных пузырей. Я хотела поблагодарить нашу молодежную комиссию, организаторов этого мероприятия. Вообще они у нас большие молодцы, они проводят очень много интереснейших мероприятий в году, и это одно из них. На лед вышли более 200 человек. Работники завода «Авангард», члены профсоюза, их супруги и дети. Не обошлось без приглашенных гостей. К заводчанам присоединились депутаты городской думы Антон Ульянов и Евгений Данченко. Здесь же объединены люди с одного завода, завода «Авангард». Они встречаются в неформальной обстановке, непринужденные, общаются, знакомятся с детьми, дети друг с другом знакомятся. То есть, ну, это такой хороший семейный вечерний досуг великолепный. На самом деле, такие мероприятия надо почаще проводить. Почему? Потому что, ну, во-первых, взрослые дети занимаются спортом, спорт – это здоровье. Ну, а во-вторых, такие мероприятия, они как-то сплочают, и люди начинают больше общаться между собой. Катание на коньках подарило саровчанам море положительных эмоций и хорошего настроения. В планах организаторов сделать подобные праздники традиционными. В минувшие выходные более ста спортсменов-любителей и профессионалов стали на лыжи и прошли первые в этом сезоне дистанцию. В нашем городе прошло открытие зимнего спортивного сезона. В соревнованиях, приуроченных к этому событию, приняли участие воспитанники спортивной школы «Атом» и участники Федерации лыжных гонок Сарова. Снегопад не стал помехой для любителей лыжного спорта. На открытие сезона пришли не только спортсмены, но и родители, друзья, тех, кто решил пробежать первую дистанцию по свежей лыжне. Для детей маршрут проложили по ровной местности, а тем, кто постарше, пришлось делать два круга. Первый – по лыжероллерной трассе. Маленькие бежали дистанцию 1,4 километра, а старшие бегут 4,5 километра. В день открытия сезона традиционно провели первые лыжные старты. Сначала бежали самые маленькие мальчишки и девчонки 2009 года рождения. Затем юниоры завершали соревнования участниками Федерации лыжного спорта нашего города. Очень хорошо, что и воспитанников очень много пришло, потому что и погода позволяет, и, в принципе, снег выпал достаточно рано, уже покатались ребята, и поэтому мы можем проводить смело соревнования. 10 секунд ожидания на старте, и вот уже спортсмены, рассекая пушистый снег, набирают скорость и скрываются за поворотом. Это первый старт, это предварительный, поэтому сейчас, конечно, не все готовы показать хороший результат, но, тем не менее, даже по сравнению, ну, посмотреть на себя, по сравнению даже хотя бы с прошлым годом. Первые лыжные соревнования сезона 2018-2019 показали, кто и как готовился к сезону, так как важна не только хорошая физическая форма спортсменов, но и снаряжение, которое тоже должно быть готовым к значительным нагрузкам. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в YouTube и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей.